Эти будущие молодые таланты отбирают сцену в хорошем смысле этого слова. Ей глаза полны уверенности, что все будет хорошо. А залог успешного существования страны – ее экономика. Президент не раз акцентировал внимание, мы сегодня уже говорили об этом. Если она будет, значит будет и все остальное. Вот кто бы мог подумать, что один продукт может наделать столько шума у наших ближайших соседей. Как выяснилось, лучший подарок в России под Новый год – это полный холодильник яиц. Но если убрать нотки юмора, как всего одна товарная позиция смогла вызвать такой ажиотаж. Все просто – это стратегический продукт. И тем более серьезное подорожание в России произошло как раз перед Новым годом. Сразу становится понятно, почему такое внимание продовольствию уделяет белорусский лидер. В условиях санкций мы обеспечиваем и себя, и соседей всем необходимым. Впрочем, экономика – это, конечно, не только продовольствие. Наверняка скажет наш спецкор отдела экономических новостей Илона Волынец, которая присоединяется к главному эфиру. Илона, привет! С наступающим! Расскажи, с какими показателями завершаем текущий год? Понятно, что основные цифры будут в начале 2024-го, но все же. И вас, коллеги, с наступающим! Все стабильно, что я могу сказать, как бы это кого не раздражало. ВВП сохраняет устойчивые позиции, а промышленность в плюсе. То есть на складах ничего не залеживается? Точно нет. Более того, в Минпроме утверждают, что некоторые заказчики даже вынуждены ждать своей продукции. Не хочется вас и телезрителей грузить цифрами. Скажу лишь, что наши промышленники произвели продукции на 170 миллиардов рублей. Все знают, что белорусская значит качественная. Отсюда и высокий спрос на внешних рынках. К слову, в экспортной копилке прибавилось 6 новых стран. Это Аргентина, Туркменистан, Кения, Колумбия, Кувейт, Япония. А вот такие заголовки и пешники закрываются тысячами. Как относиться к такой информации? Ну все, задушили малый бизнес в Беларуси. Ну а как иначе? Но наши зрители-то грамотные, образованные люди, которые наверняка целый год смотрели главные эфиры. И поэтому знают, что количество ИП действительно сокращается. Но появляются новые юридические лица. А все потому, что в Беларуси делают ставку на масштабирование уже существующего бизнеса, чтобы он приносил пользу не только себе, но и стране в целом. Есть ли проект года в экономике? На твой взгляд, что это? Конечно, второй блок атомной электростанции, который запустили в этом году. Сейчас станция ежесуточно производит более 55 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Идем к тому, что БелАЭС закроет более 40% потребностей страны. Много репортажей в этом году наши журналисты снимали, освещая программу «Один район, один проект». Знаем, что и у тебя были такие материалы. Да, суть этой программы в том, чтобы вдохнуть жизнь в маленькие регионы. Я, например, не знала, что в маленьком поселке Рудинск выпускают светодиодные фары для всего отечественного машиностроения, и не только отечественного. В Нарочи производят сыр с голубой плесенью, в глубоком десятке наименований технических масел, в Смеловичах незаменимые лекарства. Не забываем, что все это импортозамещение, ну и в конце концов наша с вами технологическая безопасность. Ну, я думаю, все понимают, что создать современное предприятие, конкурентоспособную продукцию невозможно без инвестиций. Вот расскажи, как ведут себя инвесторы, не боятся ли идти в Беларусь? Наиболее привлекательные площадки для инвесторов – это, конечно же, индустриальные парки. Ну, вот, к примеру, наш Великий Камень. В этом году аналитики провели очень интересное исследование, в котором проанализировали работу более 40 индустриальных парков из 10 стран. Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Россию, Узбекистана и Эстонии. Угадайте, кто возглавил топ? Надеемся, что наш Великий Камень. Ну, конечно же! Хотя, между прочим, учитывали очень много факторов. Это и налоговая нагрузка, инфраструктура, политическая среда, макроэкономические показатели. И вот, как видите, наш Великий Камень смотрелся лучше всех. А вообще, по данным Белстата, только за три квартала этого года иностранные инвесторы вложили в белорусскую экономику 6 миллиардов долларов. Раз уже заговорили про Великий Камень, мы видим, что сотрудничество Белоруссии и Китая развивается супердинамично. Президент нашей страны с визитом в Поднебесное только в этом году был дважды. Скажите, можно ли почитать экономический эффект от этих встреч? Да, конечно. Тем более Китай входит в тройку наших торговых партнеров. Только представьте, что за всю историю наших дипотношений товароборот вырос в 130 раз. Серьезная цифра. А сейчас в Беларуси с участием китайского капитала реализуется более 50 проектов. Свыше 10 в проработке. Рекорд по объему торговли можем обновить и с Россией. Предположительная цифра 55 миллиардов долларов. Реализуем почти три десятка союзных программ. Это если коротко про наше сотрудничество с ключевыми партнерами. А вообще с брендом сделано в Беларуси знакомы в 160 странах. Илона, а как думаешь, что из белорусской продукции на новогодних столах у наших соседей? Ну, вы же помните, что хозяин будущего года, дракон, любит натуральные продукты. Ну, а в Беларуси-то все натуральные продукты. Поэтому я думаю, что молочка, наши сыры, колбасы однозначно задобрят хищника. Продолжение следует...